Сушка становится уже традиционным мероприятием для Оренбурга. Примечательно, что в этой фотовыставке принимают участие не только профессиональные и известные фотографы. Здесь собираются просто люди, которые любят искусство фотографии. Например, Георгий Шалагинов. По профессии специалист по компьютерной безопасности. Но фотографировать любят с детства. Это было довольно забавно. Фотоаппарат не мой. Папа подарил его маме на Новый год. Мама попросила разобраться в нем, показать ей, что как. Я начал разбираться, мне это понравилось, затянуло. Я начал снимать. В этом году Георгий основал новый фотопроект «365 дней». В команде 6 человек. Каждый день один из них фотографирует одного человека из толпы. По окончанию года Георгий планирует организовать фотовыставку, где и покажут все 365 снимков. А затем и вовсе хочет выйти на всероссийский уровень. Если говорить об истоках, то первая сушка прошла в Санкт-Петербурге. Сейчас она проводится в более чем 100 городах по всему миру. От Владивостока до Сан-Франциска. В Римурге она появилась буквально 2 года назад. В 2012 году и появилась она на набережной. Потихонечку она перебралась в этот значительный парк, парк Перовского. И уже проходит седьмой раз. И ведь действительно, фотоискусство пользуется большой популярностью. Даже несмотря на холодную погоду, на сушку пришли около 500 человек. Мне нравится атмосфера здесь, музыка, люди. И несмотря на погоду, я прихожу сюда, так как атмосфера, она же согревает. Я люблю фотографировать сама, люблю смотреть фотографии. А погода, по-моему, прекрасная. Ну, это повод собраться вместе, посмотреть на то, как у нас в городе много талантливых людей. И вообще просто побыть каким-то частью общества. Сушку я люблю за хорошую музыку, за отличные фотографии и за прекрасный контингент позитивных людей, которые собираются здесь. Уникальность этой фото-выставки заключается в том, что люди могут не только показать свои фотографии, но и обменяться ими. Сначала обмен происходит по формуле «Сколько принес, столько и унес». А после завершения выставки начинается так называемое время анархии, когда каждый желающий может забрать любые понравившиеся фотографии. И как показывает практика, фотографий на веревках не остается. Алина Льбукаева, Роман Боричев, Новости дня.